Приветствую вас, и вот вы пишите, что все было хорошо до 4 или 5 лет, а потом человек изменил свое отношение. Вот давайте, я начинал, прежде чем строить какие-то предположения, и прежде чем я выскажу определенную мысль, давайте попробуем сперва подумать, что могло случиться тогда, в то время. Что могло случиться в то время с человеком, то есть с мамой? Что могло с ним предойти? Что могло так повлиять на него, что он перестал проявлять нежность, перестал проявлять любовь, но при этом у него осталось чувство долга. Вы знаете, не совсем понятно, кто вы в этой ситуации, но, так или иначе, понять другого человека, в данном случае третье лицо, можно только общаясь с ним, чтобы для себя уяснить, вот что вообще говоря им движет на такое поведение, что моделирует его на такую модель отношения к детям, к своим детям. Лично у меня, когда я в первый раз читал ваше сообщение, появилась такая мысль, что человек может быть просто не хочет привязывать к себе детей, чтобы они жили самостоятельно, чтобы они быстрее научились ориентироваться в жизни вообще. И боится проявлять с ними любовь, боится проявлять с ними какие-то чувства, просто потому что опасается, что это сделает их более слабыми. Почему он так делает? Это уже детали. Почему он так делает? Это уже достаточно сложный вопрос. И действительно, можно гадать. Ведь человек зачастую даже сам в своих мотивах не осознает. И поэтому, нужно сказать главное, что то, как видится ситуация лично вам, не означает, что эта же самая ситуация видится так же матери детей. Она вполне вероятно воспринимает все по-другому. Другая причина, по которой может такая ситуация происходить, вмешается в том, что человек проецирует на своих детей, переносит негативные эмоции, негативные чувства по отношению к кому. Ну, либо к отцу ребенка или детей, да, либо к отцу этих малышей, с которыми человек общается. Либо, либо что-то из детства, что-то из своего прошлого. Человек пытается забыть, но дети напоминают ему об этом. И именно тем фактом, что они напоминают, причем они напоминают пассивно. То есть, этот момент, его нужно очень хорошо понимать. Пассивное напоминание, то есть, независимое от человека. То есть, понятно, что дети самостоятельно не хотели ничего напоминать матери. Они даже не представляют себе, скорее всего, о чем идет речь. То есть, что именно они делают не так. У них, скорее всего, просто недоумение. Но, тем не менее, у матери это связано с спросом. Отсутствие любви своим детям, это, ну, с большей долей вероятностью, это вот как раз таких переносов спроса. То есть, какой-то негативный опыт. Какие-то независимые отношения, именно имеющие отголоски в отношениях с детьми на данный момент. К сожалению, это так. Это вот один из самых главных моментов, которые могут быть. Дальше. Следующий важный аспект заключается в том, насколько, насколько желанными были дети для этого человека. Хотел ли он их? Хотела ли эта женщина быть, собственно говоря, Матери. Если дети желанны, то тогда точно имеет место быть какой-то внутренний конфликт, какое-то внутреннее несоответствие, скажем так, с того, что ожидала она, мама, и того, если есть на самом деле. Что это, как справедливо заметили мои коллеги, можно только гадать. Гадать не хочется, поэтому гадать мы, наверное, не будем. Это нужно больше информации о человеке. Но, тем не менее, если дети не желанны, такое, к сожалению, тоже бывает, то тогда они внушали матери умиление до тех пор, пока были маленькими. Вот они пока маленькие, да, они внушают умиление своей маме. Столько они перестали, значит, быть относительно маленькими, и сразу же у мамы началось отторжение, потому что они уже взрослые, они уже большие, и как бы с ними, ну, нельзя обращаться исключительно, как вот с такими, знаете, как вот, ну, с такими маленькими-милинкими существами, да, ими нельзя общаться. Оказалось же, что мама просто-напросто не готова их принимать более старшими. Вот и все. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. Потому что он достаточно короткий, и нужно больше информации для того, чтобы ответить на него более рационно, более конкретно. Ну, перед тем, как закончить, мне бы хотелось вам сказать вот что. Вы пишете такую вещь, как любить нормально. Вы знаете, нет такого понятия любить нормально. Как нет нормы какой-то любви. То есть вот это вот правильно, любовь, да, а это уже нет. Так не бывает. К сожалению, или к счастью, так не бывает. Каждый человек любит по-своему. И то, что мама защищает ребенка все-таки, защищает детей, не дает им обиду, говорит о том, что, скорее всего, она к ним неравнодушна. она что-то чувствует к ним все-таки. Вопрос в том, что. Вопрос в том, как она эту любовь проявляет. Если вам кажется, что она вас любит ненормально, то простите, вы не сможете научить ее любить иначе. можно помочь человеку преодолеть некоторые проблемы свои. Можно помочь человеку разрешить конфликт внутри себя, чтобы выражать чувства без препятствий, без блоков и так далее. Можно сделать так. Да, так можно сделать. Но нужно быть готовым к тому, что человек не изменит в общем и целом своего отношения к детям. Хотя бы потому, что это уже привычка. Такое поведение привычно, но прежде чем делать какие-либо выводы вообще относительно отношения матерью с детям можно и нужно необходимо понять массивы человека. Что им видит? Какое у человека для себя обоснование тому, что он например делает? Обоснование тому, как он поступает? Это очень важно. без этого невозможно ничего заключать, без этого невозможно сделать выводы и так далее. Но если, и это важный момент, если дети страдают от того, как ведет себя мама, то это нельзя оставлять без внимания, нужно маме говорится о том, что невинные дети, невинные люди, которые в принципе еще не понимают внешнего мира, не понимают отношений, они просто-напросто страдают и кажутся ими, что они виноваты в том, что к ним так относятся. Дети в силу того, что они мыслят эготимбрически, то есть они считают себя центральной фигурой мира, они могут очень легко подумать, что их не любят, потому что они такие вот плохие, они такие вот ненужные, они какие-то там недостойные любви. Чтобы этого не было, нужно обязательно с мамой работать, если маме не до конца все равно это детей. А ей судя по всему не до конца раз, не до конца все равно раз она их защищает. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.